Здравствуйте. Я очень давно вас слушаю вместе с мужем. Сегодня первый раз, как я вас вижу. Очень рада нашей встрече. А что, мешало? Приехали с другого города? Нет, нет. С этого города как-то все время слушала, купила билеты. Кстати, не по этой причине, которой я сейчас хочу задать вопрос, а просто. А так получилось, что вопрос очень такой духовный созрел внутри меня и совпало с вашей встречей. В прошлую среду у меня случился выкидыш. Я бы хотела духовно понять... Это не духовные проблемы. Услышать ваше мнение, пожалуйста. У человека есть энергия внутри. От образа жизни формируются определенные энергии. Это не духовная проблема. Это проблема образа жизни. У нас есть три тела. Есть психическое тело, есть физическое тело, есть духовное тело. Психическое тело, от него зависит работа физического тела. Физическое тело питается ням-нямом. Человек кушает и он выполняет энергию физического тела. Но психическое тело, оно также влияет на физическое тело. В физическом теле есть кирпичики его существования. Это атомы, электроны, всякие молекулы, клетки. А есть возможность его существования, то есть энергия, в которой он живет, физическое тело. Энергия. И эта энергия зависит от природы. Она не зависит от пищи, которую мы едим. Если человек не находится достаточно на природе и не совершает аскез, которые засасывают энергию природы, потому что чем старше человек, тем меньше она сама засасывает. Ему надо засасывать с помощью трех вещей. Или длительного движения, или неподвижного положения тела, или с помощью поста. И вот есть слои психические, разные в энергетическом теле. И третий слой связан с маткой, связан с сосудами, мышцами, суставами у человека. И на третьем слое у вас, ну, природно находятся два блока всеединенные вместе. Блоки означают препятствие движению энергии. Есть эстетическое напряжение, которое связано с непадкой энергии воды. Оно у вас колоссальной силой сейчас в организме. Это напряжение делает человека чувствительным, ранимым, склонным к обидам, раздражительности, гневливости. И динамическое напряжение, которое и дает, повышает, вот вместе они повышают тонус матки. Эстетическое напряжение еще влияет на всасываемость энергии, всасываемость в плод, как бы сосуда, оно может спазмом в сосудах вызывать. И динамическое напряжение тоже. В общем, тонус матки повысился от неправильного образа жизни. Когда женщина беременна, каждый день должна выходить на улицу в длительное движение, ну, просто гулять хотя бы в парке, там, на улице, должна делать. Если она этого не делает, у нее появляется токсикоз беременности. Что такое токсикоз беременности? Это когда не хватает энергии для плода. Вот, допустим, когда огонь горит, то в топке должна быть трава и должно быть воздух. Если трава есть, вот мы поели, допустим, пищу, это трава. А если нет воздуха, то дым начинает идти. Дым – это и есть токсикоз. То есть, вот когда женщина сама живет, сама по себе, то ей хватает энергии на одного, а надо, чтобы хватало на двоих. До этого нужно двигаться, то есть нужно засасывать воздух в топку. То есть нужно ходить по улице, дышать свежим воздухом. Нужна вода. Вода означает, хотя бы в ванной лежать. На Западе вообще ванн нету в многих квартирах, то есть они вообще патовая ситуация. Они не могут энергию воды вся засасывать, душ. Такую функцию не выполняют. Вот я, прежде чем поехать на лекцию, лег на 7 минут в холодную воду. У меня появилась энергия, потому что ее забрал самолет. Но сначала в ваню сходил, а потом все равно мне не хватило, еще раз я лег. Ну, как бы эта культура всасывает в себя энергию, должна быть у каждого человека, но у нас ее нет. Из-за того, что у вас не хватило энергии, матки повысился тонус и организм для самосохранения выкинул ребенка. Не хватило энергии воды? Воды и движения тоже. Можно продолжить вопрос. Случилась операция очень сложная, перфорация матки и лопероскопия. Зачем эта операция должна быть? Зачем она произошла? Ну, в связи с выкидышем, началась чистка, случилась перфорация матки. Перфорация матки, это тоже означает, что матка очень чувствительная, воспалительный процесс. Ну, то есть, все это неправильный образ жизни, понимаете? Матка осталась на месте или нет? Да, мы сохранили матку и вот сейчас у нас с мужем такой страх очень сильный. Ну, однозначно, что вы сейчас, если начнете, будет то же самое. То есть нужно... Нам сказали, что уже есть время, где-то 6-8-9 месяцев. Ну, от этого ничего не поменяется. Вот вам даже самой сейчас энергии не хватает. Вы утром просыпаетесь, вы не можете встать с постели, вам плохо, тяжело. Это означает, что шансов нет даже зачать, скорее всего, организм будет против зачать. А это касается не только многих женщин. Это обычное дело. Сейчас все живут в каменной джунде. Люди не понимают, что камень, вот замкнутое пространство, не дает всасывать энергию. Вот человек, допустим, находится на открытом пространстве, психика его питается. Зашел в замкнутое пространство, не питается. А люди в основном все находятся сейчас в квартирах, и мало того, они смотрят правильно не на солнце, не на свежий воздух, а они смотрят на телевизор, компьютер, телефон. Ну, то есть, энергии не хватает. У человека нет энергетического обмена. В результате воля страдает, вот, допустим, дети сидят в неподвижном положении тела. Это не просто гиподинамия. Это тотальное разрушение волевых функций. То есть, вы видите, чем отличаются от вас ваши дети. Они пассивно настроены на жизнь. То есть, у них нет сил, желаний. Ты чем будешь заниматься в жизни? Я не знаю. Кушать хочешь? Не знаю. Куда ты пойдешь? Нет. Так ведь? Поднимите руку, у кого вот так? Видите, это не одна рука. Вот. Это что означает? Это означает, что... Ну, чем отличается рыбка, которая плавает в водоеме, от рыбки, которая плавает по аквариуму? Ну, как обычный офисный работник. А в водоеме она... Она активно плавает. Вот и все. Вот и вся разница. И в результате формируются блоки. Эти блоки влияют... Тотально влияют на все психическое существование человека. Например, на пятом слое отвечают за адекватных человека, за его восприятие мира. Вот, допустим, если на пятом слое статическое напряжение купится, то у человека формируется склонность к выпиванию. Или у него формируется настолько высокая чувствительность... Ну, то есть статическое напряжение означает чувствительность. Человек формируется такая чувствительность, что он может не переносить противоположный пол начальник. В результате у него формируется любовь к своему полу. Это не то, что там на западе у них произошел генетический слой какой-то, как говорят, и у них там такая проблема пошла. Это проблема образа жизни современного. Когда женщина говорит, я хочу раздестись с мужем. Я говорю, ну, надо как бы ему дать срок, там, туда-сюда, как всегда. Она говорит, я не буду давать срок. Я говорю, ну, это грех. Она говорит, это всегда так? Я говорю, да. Она говорит, есть исключения? Я говорю, может быть. Всякое может быть. Она говорит, у меня муж сменил пол. Я говорю, тогда разводитесь. Не надо давать срок девушке, в которой ты живешь. Поэтому, мои хорошие, все довольно непросто сейчас в этом мире. Если муж стал кисой, допустим, как с ним жить. Поэтому, нужно на сайте какснов.ру в разделе материалы скачать методичку по ЗОЖ и начать ЗОЖ. Ну, то есть, надо почитать, что делать и начать это делать. Там есть последовательность, как учить себя в нормальную здоровую жизнь. И если вы этого не сделаете, тогда я ничего не гарантирую никому. Потому что, ну, не хватка энергии у всех, куда это пойдет. Вот вам надо где-то 8-9 месяцев, чтобы каждый день, если будете выполнять эти рекомендации, чтобы вам через 9 месяцев стать нормальной женщиной, которая может зачать ребенка и выносить. А сейчас это у вас просто невозможно, потому что у вас неправильный образ жизни. Сильная гипогеномия, никакой энергии природы, никакой воды, никакого солнца. Просто и плохой период еще в жизни параллельно год назад начался. Поэтому все это вместе приводит к чему? К тому, что вот рядом с вами сидит пирамика сейчас. Она, ну, она без всяких проблем, не дернув ни одной брогью, заходит в ледяную воду и стоит там 5 минут. 4 градуса впадает и даже не напрягается. Это результат слушания лекции и правильного образа жизни. А в воскресенье в 7 часов утра она со мной побежит 17 километров вместе со всеми остальными, кто включается не просто слушать лекции, а также еще и выполнять. Вот, поэтому я вам тоже всем рекомендую примерно так же жить. И тогда проблемы с тем, чтобы зачать ребенка там или подмигнуть парня, который должен избавить от работы женщины, от всех страданий одиночества. чтобы он это сделал так, чтобы он это сделал. Для этого нужны силы. И силы вырабатываются правильным образом жизни. Решили вопросы? Да, я, кажется, поняла, что просто нужно сменить образ жизни, скачать эндовичку и идти к этому. Да, начать ходи и лежать, потом сопричьи упражнения, потом длительное движение. Не идти к этому, а начать это делать. Я просто знаю, что вы очень духовный человек. Хорошая духовность здесь ни при чем. Причина вашего выкидыша – это неправильный образ жизни. Вот, допустим, вы путаете одно с другим. Если я хотела закончить, можно? Да. Как вы думаете, какие-то шансы, надежды есть? Потому что очень большой страх, посвященный внутренний меня. Да, конечно, через год правильный образ жизни вы начинаете, вы наши выражаете, как пулемет. Без проблем. Мне очень не хватало этих слов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, то есть... Вот, допустим, человек... Ну, сукнулся головой об стену и забыл, что надо кушать. Он пришел к священнику. Говорит, у меня что-то с духовностью проблемы. Мне трясут руки... Трясет руки слабость какая-то, страх. Страх за свое существование. Он говорит, молись, дитя мое. Дитя молится, как бы слабость не проходит. Ну, что, дитя забыло, что он выражает. А он не знает об этом. Она приходит, уже такая еле живая. И он смотрит на нее. Говорит... Она худая такая. Он говорит, может, ты не доедаешь? Она говорит, а что... о чем вы говорите вообще? Он говорит, ну, ты кушаешь? Нет. А в данной ситуации даже люди даже не знают, что энергии природы надо кушать. У них даже знаний, какого нет. Что обычного человека, даже если он забыл, он может вспомнить. Но если человек даже не знает этого, как он вспомнит. Вот люди просто не знают. Раньше же все люди жили на природе, и знать об этом не надо было. Это естественная функция, кстати, в природу было у человека. Все люди много двигались, работали всегда. На солнце, вода, воздух. И все нормально было. Но сейчас же этого нет. Сейчас все живут в каменной джунглях. Поэтому человеку не хватает сил. Чувствительность повышается у людей. Они не могут быть вместе. Браки распадаются, все с ума сходят. Они думают, что это психологические проблемы. Психологи разногаяжаются, как собаки невезные. Вот. А толку никакого нет. Потому что люди чувствительные, они мы. Им говорят, тебе так человек не подходит. А ему вообще никакой человек не подходит. Потому что у женщин, когда повышают чувствительность, они ни с кем вообще жить не могут. Им надо убирать чувствительность. Мужчины злятся, гневливость повышают. Если у человека длительное движение совершают, у него формируются болевые, нехватка болевой силы. На пятом слое, если блоки формируются, когда пятый слой, это значит глубокая уже нехватка. Ну, то есть, чтобы пятый слой или самые глубокие функции психически включились, для этого надо долго в воде находиться, долго двигаться, долго поститься. То есть, нужно резервные силы организма включать. Если в пятом слое блоки статическое напряжение, алкоголизм, динамическое напряжение, курение, кофемания, если не хватает, негативный тонус на пятом слое сформировался, это трех вид блоки, то будет наркомания, значит. Поэтому, мои хорошие, надо правильно жить. И духовное здесь, это не духовная проблема, это проблема образа жизни. При чем тут духовность? Люди все нахуй бывают. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Я слышу ваши лекции в течение четырех лет. И причиной тому послужила замерзшая беременность. Я стала искать друга, стала посещать храм православный, на воскресные службы, стала ходить. Стала больше обращаться к Господу. И спустя год забеременела, и Господь меня благодарил докторами, которые мне помогли выносить ребенка. Сейчас ему два года. Но отношения с супругом, к сожалению, не в очень хорошем сейчас состоянии, поскольку, несмотря на мои молитвы, он позволяет себе грубость по отношению ко мне. Он прибежает и позволяет себе обижаться на него. Да, наверное. Но получилось так, что я, слушая ваша лекция, очень многое поняла. В том плане, что, наверное, у меня была снижена самооценка или как-то снижено чувство собственного достоинства. Может он абьюзер? Ну вот, мне кажется, что это такое, потому что… Да, вы знаете, что если женщина считает мужа альфонсом или абьюзером или там еще кем-то, то это вообще паповая ситуация. Вот смотрите, есть женские недостатки, есть мужские. Женские недостатки незаметны. Ну, а если, допустим, я обижаюсь, это хорошо или плохо, женщина обижается? Ну, нормально, это нормально. А гневаться, это хорошо или плохо? Это плохо, это уже не может быть нормально, правда? Ну, то есть мужские недостатки, они сами по себе плохие, а женские недостатки нормальные. Понимаете, и как бы потом дальше, если такую философию культивировать, то кому хуже становится, женщине или мужчине, как вы думаете? Женщине. Очень, потому что найти себе девушку вот так расплюнуть, а найти себе мужа – это целая эпопея, это годы поиска. Поэтому… Ну, в итоге… В итоге надо понять, что не он хуже стал, а мы вместе неправильно себя ведем. Если этого понимания нет у женщины, то в итоге будет одиночество. И если вы еще встречаетесь с психологами, которые еще вам елык на мужчину вешают и говорят, он там абьюзер или еще что-нибудь, а елык означает все. Он означает, как шизофреник, допустим. У него сейчас есть шизофреник? Нет, но он шизофреник. Значит, с ним не надо жить, потому что он шизофреник. Так же и абьюзер тоже. Абьюзер – значит все. Значит, с ним нельзя жить с этим человеком. Ну, а все мужчины плохие – это завтра день рождения, девочкам печенье, мальчишкам дуракам только палкой по ногам. Ну, то есть ясно, что мужская природа хуже женской. Женская природа – она добрая, она ласковая, отзывчивая по природе. Мужчина по природе – победитель, он защищает родину, он преодолевает трудности. Ну, у него природа не такая мягкая, ласковая у мужчин. Но если женщина не понимает, как правильно себя вести с мужем, если она не понимает, что обидчивость, раздражительность вызывают гнев, а не просто он типа пришел и начал орать. Есть причина, значит, какая-то, что он гневается. Если женщина этого не понимает, то она останется одна. И, конечно, она будет права в своем гордом одиночестве, но вот это уже ничего не меняется в жизни лично. Ну, на самом деле, я не особо, да, я обижаюсь на него, у меня даже нет обиды. Вот, я, вы просто говорили, что нужно воспитывать мужа, что нужно как бы и служить, и воспитывать. Но воспитывать означает, ну, не давать возможности себя унижать. Ну, то есть, допустим, он начал унижать, вы чуть-чуть на дистанцию, не разговариваете с ним. Я прислушалась к вашим советам и дистанцировалась на территории квартиры, потому что человек стал позволять мат уже в присутствии ребенка. Вот, и при этом продолжала, конечно же, жить и не разговаривала, но это никак на него не влияло вообще. Ну, понятно, что у него перенапряжение очень большое. Сколько он работает в день? Он работает 8 часов, но на дорогу еще вот полтора часа. А вы работаете? Сейчас я в декрете. Вот, я не работаю. Понимаете, да, женщины? Мужчине 10 часов в день он в напряжении находится. Нет здорового образа жизни в себе. Нет воды, нет длительного движения. Мужчина пришел домой, жена не удерживает, у нее тоже психика, и все, разваливается семья. Опять нет здорового образа жизни. Нужен бассейн, нужна ванна, нужны длительные движения. Нужен ЗОЖ, иначе человек от перенапряжения просто или сдохнет, или умрет, или разрушит свою семью. Да, я ему об этом говорю, но он меня не слышит. Я ему тоже говорю, что нужно снижать напряжение. Надо всегда начинать. Всегда начинать. Напряжение на двоих в семье. Ну, я все равно стараюсь, кажется, и заниматься спортом, и делаю йогу, учитывая, что ребенок. Вода, вода, вода. Ну да, с водой у меня мало контакта, но вот и молюсь, и слушаю Ваши лекции. Вода, вода, иди ко мне сюда. Мы были навсегда, вода. Вот, но я в том плане, что вот Вы говорили воспитывать, и в очередной... Нет, в смысле сейчас об этом говорю. У Вас очень сильное статическое напряжение. Вот если человек разряжен, его воспитывай, не воспитывай, он говорит, вот так вот. У Вас у него вот так вот, очень сильно. Это навалит всегда в семье. Если у одного есть энергия, он другому передает, как-то еще можно жить. Но всегда образ жизни передается. Сначала человек сам начинает. Есть там стадии передачи. Вот ты начал правильный образ жизни. Первая стадия – человек реагирует немножко агрессивно. Все новое всегда неприятно любому человеку. Первая стадия – агрессия. Вторая стадия – привыкание. Третья стадия – интерес. Четвертая стадия – желание делать то же самое. Пятая – человек начинает то же самое делать. Поднимите руку, у кого вы близкий человек начал здоровый образ жизни. Видите, все пять стадий прошел, благодаря тому, что вы это делаете. Видите, есть такие люди. И они не жалуются на личную жизнь совместную. Потому что, если энергии хватает в семье, то люди живут нормально. А у Вас раздражительность – это статическое напряжение. Колоссальная сила. Вы не можете уже рядом находиться даже. Да, не можем. Здесь еще плохой период влияет. Полгода назад он начался. Через где-то четыре месяца закончится. Но от этого принципиально ничего не меняется. Сейчас есть опасность разрушения семьи. У Вас уже нет возможности вместе общаться, что-то делать. Вы не можете уже разговаривать нормально. Скандалы идут. Единственный выход – это бассейн ходить. Или в ванне лежать дома. Кому-то из Вас начать. Потому что, как сообщающиеся сосуды, два человека вместе. Одному легче стал, другому тоже легче стал. Связь идет такая. Вот один сосуд налился больше, второму тоже больше воды стал. Как люди, психика, она сообщается. Мы сейчас просто живем в разных квартирах. Но рядом. И он встречается с ребенком. Мы общаемся. Но вместе находиться действительно не можем. На одной территории. Даже сейчас я его ребенка оставила. Он, в принципе, спокойно меня отпустил на лекцию. Действительно вместе находиться не получается. Я понимаю, что нужно сейчас заниматься собой. И как там вот… Нужно найти психолога. Нужен психолог. Он скажет, спокойствие, только спокойствие. Но это не поможет. Энергии нет. Вы знаете, люди это понимают, когда они со мной в озеро залезли, простояли там сколько надо. Ну а летом надо много, потому что вода теплая. Если взимают, то четыре минуты, пять минут в ледяной воде и все. Все блоки прочистил. Люди боятся. Они думают, что это невозможно. Выживаются. Это легко. Только одна минута тяжело в ледяной воде. Потом привыкает человек и все. Потом нужно греться уже, конечно, согреться. Но зато потом расслабуха такая. То же самое длительное движение. Когда человек под пять слов и прочистил психических, у него волевые функции хорошо работают. Он спокойный такой становится. Классный ему становится. Да. Сейчас жить раздельно. Три месяца хотя бы. Надо понять, что все зависит от вас. Если вы верные люди, вы выдержите это испытание и останетесь вместе. Если, ну, вроде бы, муж верный, вы верные. Просто, понимаете, вера. Верность от веры зависит. Если вы, кстати, ходили к психологу, который вам веру в вашу семью разрушил и сказал, да, у вас муж такой он, придурочный. Надо другого. А вы как бы другого. А потом пять лет одна. Сейчас вообще мужчин нет почти. Потому что их всех поубивали. Замуж за кого будете выходить? Я хочу, чтобы вы свой исправились. Не ходите к психологам, которые вам будут говорить, что он как-то вот абьюзер там или еще что-то. Не надо общаться с людьми, которые вам близкого человека проклинали. На него вешают перлы. Иначе тогда у вас разрушится семья и все. Но у нас есть возможность установить отношения. Вот давайте хорошо пропорции тогда проценты. На 70 процентов ваша семья страдает от нехватки энергии. На 20 процентов страдает от неправильных отношений. И на 10 процентов страдает от нехватки духовной силы. То есть вы наполняетесь энергией и 70 процентов проблемы уходят. Приведу пример. Вот допустим, ваш ребенок орел такой, кричит. Вы его психологу отнесли, маленький трудной ребенок. Он говорит, на нем порча. Там помолились, порча убрали, все равно орел. Почему? Потому что ему не хватает улицы. Пошла гулять с ним. Покулялась. Вообще стал веселым. Почему? На полиции орел и все. Видите? Покулял. 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 Чувствительная аппаратура. Вот. Вопрос... вопрос только не заключается если мать выводит на улицу ребенка гуляет с ним покупает его в ванной то он хорошо развивается он не психовый вот допустим я вам задам вопрос хорошее настроение раздражительность гневливость хорошая работоспособность лень волевые функции гнев обида это психические проблемы и психологические проблемы психологически означает что человек что-то недопонимает как себя вести как разговаривать как общаться это психические или психологические проблемы психический человек допустим на свежий воздух погулял он хорошее настроение он уже не обижается а если он не погулял он злится нервничает вовремя не стал в постели раздражительный вовремя не елк спать напряженный ну то есть вот это вопрос не вопрос того как человек настроен по отношению к этому миру хотя настрой имеет значение тоже мы об этом будем говорить это вопрос образа жизни человек правильный образ жизни идет он все нормально он счастливый а мне раздражительный а мне все классно понятно то же самое что и я статическое движение это колоссальный бич современного общества не хватает энергии воды даже стояние возле моря живут а здесь что хуже здесь же нет моря в древней культуре если рядом водоема нет считалось неблагоприятно жить в этом месте и люди всегда один из два раза в день заходили в воду это было предписание посвященным писаниям заходить воду хотя бы один раз в день а лучше два раза в день там стоять или плавают люди спокойно сидят также зрительное движение как или паломничество они постоянно попал травма там нарезали круги или еще где-то